Друзья, всем привет! Сегодня поливала свои растения и взгляд мой упал на этот иониум киви. Какой он стал яркий, сочный, нарядный. И вот этот красивый вид меня сподверг рассказать немножко про иониумы. Иониумы это суккуленты семейства толстянковых. Произрастают они на Канарских островах, острове Тенерифе, на Мадере, в Марокко и восточной Африке. Род иониума впервые был описан в 1836 году. И сейчас в настоящее время насчитывает порядка 150 видов. В природе эти растения достаточно крупные, достигают размера полутора-двух метров. И растут в основном огромными кустами и с оголенными стволами. Это как бы фишка иониумов. Ствол у них постепенно галяется и на концах побегов только пышные-пышные макушки. Ну, природные условия, конечно, не сравнить к комнатным и даже к тепличным. Поэтому в природе, конечно же, они жируют. Там им воля. Там те условия природные, которые нужны непосредственно им. То есть это их среда обитания. Там они как рыба в воде. Но мы же просто пытаемся в комнатных условиях приблизить их хотя бы немножечко внешним видом к тому виду, который есть в природе. У меня есть подруга в Израиле, Ирина. И, как известно, в Израиле нет зимы. И вот у нее иониумы, кстати, очень шикарные. Постараюсь спереть у нее несколько фоток, вставить. Я думаю, она не обидится. Ириша, а привет! И вставить сюда, вот в этот рассказ, ее иониумы. Ну, у нее они растут не в грунте, они растут в горшках. Но горшки достаточно объемные. И вот те условия, которые существуют в Израиле, они позволяют иониумам развиваться должным образом. Конечно, у нее шикарные экземпляры. Я всегда просто умиляюсь на ее растения. Не только на иониумы, а вообще на разные растения. Ну, так вот. Вот я думаю, что оригинальность этих растений заключается во внешнем виде. Потому что листья этих растений собраны в розетке и напоминают в молодом возрасте эхиверии. Вот смотрите, вот эхиверия симуланс варегата. У нее такая легкая варегатность. В основном она такая сочно-сочно-салатовая. Мне она очень нравится. Красивая эхиверия. И вот иониум. То есть, если смотреть вид сверху, то вполне себе эхиверия. Но дело в том, что эхиверии, конечно, отличаются от иониумов. У эхиверии утолщенный ствол. Со временем он утолщается, делается толстым. Листья также более мясистые, более сочные. У иониумов же листики поуже. И ствол со временем начинает расти. Так как растения, это, можно сказать, быстро растущие растения, в отличие от эхиверии. Прирост где-то сантиметров 6-7 в год. И со временем появляется ствол, который древлеснеет. И растение становится похоже на такой пышный кустик. И со временем роста у иониумов начинают формироваться дочерние розетки, боковые побеги, которые... Сейчас я поближе, наверное, возьму, покажу. Вот они идут и от ствола. И они идут, вот смотрите, зачаточки розеток, вот прям практически из центра. Вот такое интересное растение. Про иониумы можно сказать, что они неприхотливые. Самое главное их не заливать и давать им много солнца. Хотя некоторые виды иониумов очень плохо реагируют на солнце. В частности, айхризоны, которые относятся тоже к роду иониумов. Вот, притащила свой айхризон показать. Он стал пышный, разветвился и внизу, и вверху. Такая вот макушка. Листики у айхризона опушеные. С мелкими ворсинками. И вот кошачья волосня тут постоянно. Потому что кошки, они отвоевывают подоконник. И просто, ну там же ласточки за окном. Ну как без этого? Окошко прошло. Дело в том, что вот этот иониум очень такой мелковорсистый. То есть, как бархат. На бархат же цепляется все. А есть иониумы, у которых липкая структура листьев. То есть, они без ворсинок. Ну, у них такое вот выделяется вещество на листиках. И они очень липкие. Вот на этом сейчас. Этот стоит на улице, а их хризон в комнате стоит. У этого сейчас наблюдается... Я сейчас его обирала, обирала. Но, по-моему, не весь обобрала. Тополиный пух. Прям пачками лежал. Лежал и такое прям ощущение, как будто вата налеплена. И дело в том, что прям так прочно держится, как на клею. Но это вот специфика этого растения. Оно липкое, оно само по себе такое. Иониум сидифолиум. Ну, а это их хризон. А их хризоны не любят солнечный свет. Им нужен рассеянный солнечный свет. Потому что на солнце их хризоны стагнируют. Замедляют рост. Листья сворачиваются в трубочку. Вот оно у меня стоит. Это растение на окне. Где солнце, наверное, до 12 часов на него нещадно палит. Короче, самые такие яркие ядерные солнечные лучи. Мне его просто поставить некуда. Если я его переставлю ниже, это уже будет полутьма. Поэтому я решила, что лучше пусть так. И вот. Ну, ничего так. Вот нижние побеги, кстати, смотрите, которые за вот этой кроной, они даже зацвели. Потому что, видимо, вот им более комфортно, чем вот этому взрослому растению. Причем цветет достаточно давно. Наверное, месяца два уже цветет. Ну, вот со временем эти цветочки отсыхают. Молоденькие зацветают снова. Но скоро... Нет, не скоро. Вот здесь еще новый цветонос. Вот цветонос. Ну, пусть пока цветет, а потом я его обрежу. Ну, и как я уже сказала, ионимы, они неприхотливы. Самые основные два фактора. Им нужен... Ну, помимо грунта, конечно, им нужен яркий свет и хороший полив. Можно сказать, они водохлебы. Но не заливать. В основном все ионимы растут кустиком. Но есть такие виды, которые растут одиночной розеткой. Есть несколько ионимов. У меня, конечно, нет таких в коллекции. Но вот есть гриновия. Она тоже относится к роду ионимов. Куры кудахчат, просто не дают снимать. Мне это напоминает дежавю. Короче, у меня возникает при этом кудахтание. Вспоминаю сразу свое детство. Как я жила у бабушки летом на каникулах. И вот такая жара. И кудахтание кур ассоциируется у меня, конечно, с тем временем. Ну, раздражает уже. Наверное, я старая стала. Раздражает уже конкретно это кудахтание. О чем я рассказывала про гриновии. Ну, гриновии тоже они относятся к роду ионимов. И они являются монокарпиками. Как и некоторые другие виды ионимов. То есть после цветения растение поет лебединую песню, выбрасывает цветонос и погибает. Есть мнение, существует такое мнение, что можно спасти эту розетку гриновии, оторвав ей вовремя цветонос. То есть вот на самом раннем зачатке, когда цветонос только появился, его нужно оторвать. И тогда розетка переформирует свой рост и выдаст дополнительный побег, то есть дополнительную точку роста. Но я не пробовала так делать, но читала несколько экспериментов, описывали люди, когда пробовали оторвать точку роста у гриновии. И она через некоторое время там откуда-то с другой стороны, с другой почки выбрасывала также цветонос. То есть природу не обманешь, конечно. Раз так заложено природе. Хотя кто и знает. Это, наверное, как эхиверии. Вот эхиверии некоторые размножаются листом 100%, некоторые 50%, некоторые 30%. Некоторые вообще там, наверное, 5 из 50 листов. Может быть, один даст детку, а может быть, и вообще не даст. А некоторые вообще не размножаются. Вот так и гриновии. Наверное, вот кому-то повезло, у кого-то точка роста выросла вместо сломанных, а у кого-то вырос новый побег. Ну вот тут, конечно, только нужно везде свой опыт. То есть я вот не могу сказать о том, что вот так можно. Я читала, но я не утверждаю, что так можно. Видов ионимов, конечно, очень много. Около 150 видов. И все они неповторимые, все они интересные, все они разнообразные. И формой листьев, и окраской. И также их отличает от эхиверихи узор на листьях. Вот ярко выраженные полосы такие вот. И вообще много сортов, у которых прям такие четкие-четкие рисунки на листьях. И также окраска у них разнообразна. От желто-зеленых оттенков до бордово-черных. Очень нравятся мне ионимы варегатные культивары ионимы шварцгоп и ионимы арборем атропурпурем. Постараюсь найти и вставить сюда фотографию этого растения. Но оно шикарное, конечно, просто вот прям слюноклубом идет. У меня в коллекции мало ионимов. Вот ионим киви, который я вам показывала поближе. Ради которого, можно сказать, и началось сегодняшнее видео. Ионим сидифолиум. Ну, а и хризон я вам уже показывала. Вот гриновий, которые уже впали в спячку. Вот это уже конкретно заснуло. Ну, это почти что заснуло. А вот это только думает заснуть. Так, и что у меня еще есть? Ионим арборем атропурпуреум. Он пришел по почте. Вот сейчас он восстановился немножко. Цвет у него появился. Я его еще не пересаживала, потому что он перенес в посылке стресс. И я пока временно оставила его в этом горшке. Вот. Вскоре нужно его будет пересадить. Вот такой красотунчик. Смотрите, какие листья, какой окрас у него. Ну, и тут кошачьи волосянки. Вот, приблизила. Ну, ужас. Ну, просто это белка моя сейчас тиранулась, которую я прогнала. На солнце ионима становятся невероятно яркими. Оттенки пурпурные приобретают даже такой черноватый окрас. А при недостатке освещения розетки зеленеют. Поэтому держать их нужно обязательно на солнце, для того, чтобы розетка росла нормальной формы и имела достаточно такой вот красивый вид внешний. Смотрите, какая структура листьев. Ворсинки по краю листа. И розеточка такая миленькая. Ну, вообще необыкновенный, конечно, ионим. Кстати, это самый большой из всех ионимов. То есть в природе он вырастает гигантских размеров. До двух метров, может быть, даже и до двух с половиной, если там их не тревожит. И также у них очень мощные цветоносы. Очень мощные. Цветет он, знаете, несколько цветоносов на большом пышном кусте. И такие гроздь желтые, из желтых цветов. На цветочке похожи на цветы их резона, которые я вам сейчас показывала. Вот такая структура, желтенькие. Ну и все. Это вот мои ионимы, моя обедная коллекция. Но я не развожу ионимы по той простой причине, что все-таки они разрастаются и занимают много места. Так, ну что можно сказать про уход? Ионимы любят полив, но не переносят застоя влаги в горшки. И корни могут с легкостью отгнить. Это нужно учитывать, и поэтому поливать ионим нужно обильно, но с полным просыханием грунта. То есть проливать почву до основания, чтобы прям текло из дренажных отверстий. Можно потом еще раз добавить порцию влаги. Вот и вся эта вода стекла, и все. Ионим вы больше не трогайте. И опять, потом уже полив точно так же. По чуть-чуть его поливать не надо. То есть вы сегодня чуть-чуть полили, завтра чуть-чуть. И может начаться загнивание корневой системы, потому что верхний слой, там где верхние корни, они постоянно будут находиться во влажном состоянии. Это не есть хорошо, и поэтому вот это нужно учитывать. Свет, конечно, яркий. Прямые лучи относятся хорошо к прямым солнечным лучам, потому что растения эти южного происхождения, и в природе они находятся под палящим солнцем, можно сказать, круглогодично. Ну вот такие виды, как айхризоны, все айхризоны нужно притенять, потому что прямое солнце, они не выносят айхризоны. Летом ионимы частично стагнируют, потому что в природных условиях в это время начинается сезон засухи. Дождей нет, и ионимы приспособились уже к вот этим условиям, и поэтому даже в комнатных условиях, уже будучи выращенными у нас, все равно вот это качество их сохранилось. Частичная стагнация, а вот у Гринови полная стагнация. И потом уже с приходом осени ионимы опять возобновляют свой рост и начинают расти и развиваться, причем всю зиму активно растут. Также я хотела немножко слов сказать про крестатные ионимы. Дело в том, что вот с этими товарищами нужно вообще быть очень... Для них нужны определенные условия для крестатных ионимов. Дело в том, что они же крестатные, и то есть у них ослабленный иммунитет. Особенно крестатные и варегатные ионимы, это вообще отдельная фишка. И поэтому вот в комнатных условиях их можно содержать только при наличии очень-очень мощного освещения в зимний период. Дело в том, что земля в России... Ой, земля. Смотрю на землю, он туда и оговорил, и сказала земля. Зима в России затяжная, длительная. А варегатным формам и крестатикам им нужно очень много света. И если этого не будет, то ионим начинает сбрасывать листья и может загнить. Ну, в общем, с ним может быть такая неприятность в виде гибели. И вот поэтому нужно это учитывать и обеспечить очень мощным освещением на зимний период. Возвращусь к вот этому иониму киви. Не знаю, передаст камера или не передаст. Вот летом... Ну, это, конечно, уникальный ионим. Он обладает такой яркой внешностью, такой броской внешностью. Центр розетки у него особенно летом ярко-ярко-желтый. Вот, как вы видите. И вот так будет все лето. А потом к осени... Вот этот желтый окрас уйдет, но появится больше красноты по краю листа. То есть он зимой и летом не одним цветом. Он постоянно разный. Под лампами он вообще приобретает... Вот тыльная сторона листа, она... Вернее, внешняя сторона листа. Она будет вообще такой розовато-красной. Ну, прикольный сорт. Мне он очень нравится. Так, про освещение сказала, про грунт... А, нет, про грунт не сказала. Грунт нужен ионимам. Точно так же, как и всем суккулентам. Прервалась, забыла, про что говорила. Про грунт, по-моему. Но грунт нужен ионимам. Точно так же, как и всем другим суккулентам. Рыхлый. И, ну, чуть пожирнее, чем махиверием. Где-то 50 на 50. Вот, мне кажется, вот этот у меня сейчас прям жирует. Хотя у него здесь разрыхлителей очень много. Больше, чем 50%. Примерно, наверное, процентов 70. И все равно вот он такой жирный. Розетка у него. Стебелек тоненький. Сейчас покажу. Вот, стебелек тоненький. Но против света плохо видно. Но все равно заметно. Стебелек тоненький. А вот эта макушка прям такая массивная уже, большая. Значит, ему хорошо. Ну, а хорошо, значит, и мне хорошо. Душа радуется. Обязательно на дно дренаж. Ну, и все, и все с ним будет хорошо. Вот, я говорю, лишь бы его не заливать. А так все нормально. Потому что, если вы зальете, минимум, что может получиться, то есть такие неприятности, которые не особо отражаются на внешнем виде. Когда заливаете ионим, вот именно киви и вот все ионимы, у которых зеленые листья, у них на тыльной стороне листа получаются такие черные пятна. Хотела показать вам черные пятна, но не нашла. Вот есть. Не знаю, видно будет, нет. Сейчас пролезть попытаюсь. Нет, наверное, не видно будет на камеру. Ну, вот на тыльной стороне листьев вот пятна. Но это пятна не от залива. Это пятна от механических повреждений. То есть, вот растение трется, горшок, там я их двигаю, тискаю. И вот потом вот эти вот соприкосновения, допустим, с горшком, вот на листьях проявляются именно такими пятнами. Но когда вы их не трогаете, когда вы знаете, что там у вас стоит, и вы к нему не прикасаетесь, а на тыльной стороне листа вот здесь вот есть пятнышки черные, это значит то, что вы его когда-то, ну, не только залили, а просто дали ему лишнюю порцию влаги. И ионимы со светлыми листьями очень быстро на это реагируют. Пятна эти, конечно же, останутся, никуда они не денутся, но если порыхлить землю, не поливать, и вообще режим полива, тот, который был у вас до этого, его стереть с лица земли и дать ему режим полива другой, то последующие листья будут расти нормальными и уже без пятен, здоровыми, жирными, красивыми. Это, кстати, вот одна из ошибок в уходе. Также ошибками в уходе еще может быть то, что листья на иониме начинают мельчать, ствол оголяется. И вот в этом случае две причины. Тесный горшок и недостаток полива и света. То есть что нужно сделать? Растение, если листья стали мельче, если он уже не такой головастый, если розетки измельчали и листики, вот вы видите, что они перестали расти крупными, обязательно нужно пересадить растение, но если, уже смотря, исходя из своих условий. Если в нормальном горшке растет, значит прибавить света и полива. Может быть, подкормить нужно. Если же горшок маленький, вы знаете, что он маленький, а у него у вас большой, то, естественно, нужно тогда его пересадить. Ну и также ошибкой в уходе, ну это ошибки просто, не просто ошибки, я даже не знаю, как это назвать. Ну тогда, когда вот, допустим, вот такое растение, вот смотрите, оно вот повернуто к свету. Вот такое оно ко мне пришло, то есть оно ехало в посылке, кстати, в посылках очень растения изгинаются, особенно иониумы, не очень хорошо иониумы переносят дорогу, и вот в посылке вот этот иониум, он изогнулся, то есть он, видимо, как-то лежал постоянно именно вот в таком виде и тянулся к свету, потому что в посылку все равно проглядывает свет, и растение тянется к свету. И вот эти побеги моментально вытянулись именно в ту сторону. Можно это исправить, если поставить его вот этой стороной, перевернуть, вот та, которая часть наклонена, она будет смотреть, допустим, в комнату. А вот эта сторона, которая изогнутая, ее поставить к стеклу. И постепенно иониум примет вот тот вид, который должен ему соответствовать. Побеги станут ровными. Это, кстати, проверено. У меня уже так я покупала тоже такой же изогнутый черенок иониума шварцкоп, который у меня в прошлом году сгорел дотла на палящем солнце. Просто, наверное, за два часа от него вообще ничего не осталось. Осталось от него просто сено, и все. Он просто, можно сказать, вспыхнул. Вот. И этот иониум, который вот у меня сгорел, он точно так же был изогнутый. Я его в течение, наверное, полутора месяцев просто держала вот именно в таком состоянии, в таком положении. К стеклу ион постепенно вытянулся. Да, что хотел еще сказать про вот этот сорт. Вот иониум арбореум атропорпурреум, но и также иониум шварцкоп. Они сами, как иониум киви, маловетвятся. То есть вот этот сам ветвится и дает боковые побеги, дочерние розетки у него там лезут со всех сторон. Этот пышный кустик сам по себе. Этот же вот в природе, не знаю, как они там растут, а в домашних условиях его нужно прищипывать. То есть если вы хотите пышный кустик от вот таких темных ауниумов, то розетку, которую вы посадили, ну, допустим, купили бы вот такой черенок. Вот такой черенок вы купили. Вы его посадили, он у вас принялся. И по прошествии там какого-то времени вы ему отрезаете макушку. Макушку, естественно, укореняете. А вот этот стволик, уже укоренившийся с корнями, который он даст потом деток. Вот как видно на этом экземпляре, макушка срезана и пошло 4 побега. Бывает 5 побегов, бывает 6 побегов. Это уже зависит, наверное, просто от точек роста, где был срез. Ну, здесь вот еще пятенькая, вот маленькая розеточка. Так, пару слов про болезни скажу. Ионима часто поражает мучнистый червец. Находится он на стволе и в пазухах листьев. Выглядит он как такой белый пушистый комочек, из которого потом впоследствии выползают взрослые особи. Такие как, не знаю, на макрушку что ли похож. Такие маленькие, беленькие, очень хорошо раздавливающиеся. И в небольших количествах, когда его там 1-2 вы обнаружили, он не так опасен, можно сказать, вообще не опасен, потому что он в одну харю не съест все вот это растение. Для того, чтобы ему сгрызть растение, причинить вред, ему нужно размножиться. А пока там их 2-3 особи бегает по вашему иониму, можно просто удалить зубочисткой, ватной палочкой. Я вот в таких случаях просто их удаляю. Я даже не обрабатываю ни спиртовым настоем каким-то, не обрабатываю ни зеленым мылом, ни мыльным раствором обычным. Ничем я не мажу. Просто удаляю и все. Ну и слежу, как бы если еще одна там появится, эта лягушка, то я ее опять убираю. И все. Я не стараюсь злоупотреблять химией, потому что ионимы очень относятся к химии отрицательно, негативно они реагируют. Могут сбросить листья, и может там вообще нарушиться рост. Ну а уже если у вас колония червеца на иониме, то тут сам Бог велел. Тут нужно обязательно брать инсектициды и поливать. Я поливаю в основном октарой. И октарой поливаю всегда всю коллекцию, потому что октарой поливаешь почву, и корни всасывают ядовитую воду, и червец, и все другие вредители жрут листья, и в листьях находится ядовитый сок уже, и червец от этого, ну и вообще все вредители от этого гибнут. Я не стараюсь лить сверху, потому что у меня в основном все эхиверии, а когда эхиверии льешь, то налет стирается, внешний вид розеток портится, ну вот только по этой причине. И также еще, это я про вредители сказала, ну в основном червец мучнистый, ну также иногда тля, но тля это, наверное, больше в естественных условиях или вот при уличном содержании, да, тля может там поселиться на них. А также может еще появиться паутинный клещ, но с паутинным клещом точно так же, только отравой, его уже ничем не уберешь, никакими ватными палочками, здесь придется лить, либо фитоверм, либо актелик, либо какие-то другие препараты, которые непосредственно от паутинного клеща. И также еще при переливе, при неправильном содержании могут развиться грибковые какие-то заболевания на иониумах, и может развиться корневая гниль, стеблевая гниль, ну потому что это суккулент, то есть у него все заболевания суккулентов. И в этом случае обязательно нужно растение обрабатывать фунгицидами. Ну вот и все, наверное, про иониум, что я хотела сказать, так вкратце чуть-чуть пробежалась. Вот, ну это иониум сидифолиум, это не варигатная форма, просто вот на солнце приобретает такой окрас, а есть форма варигатная, он такого, знаете, как красно-малинового оттенка, очень красивая, но и очень дорогая. Растение небольшое, вот я вам сейчас даже скажу цену, сколько оно стоит в России, где-то вот, наверное, вот такой пучок, вот так, вот такой пучок где-то будет стоить ну, от полутора до 1700. Вот этот не знаю даже сколько, я не помню даже за сколько я его покупала, но не очень он дорогой, у меня, кстати, иониум сидифолиум, вот у него такие мелкие листики и толстые, а есть иониум сидифолиум, у меня был такой, ну я его продала, у которого листики пошире, но потоньше, ну оба они называются иониум сидифолиум. Ну, все, это Гриня, вот уже начинает приобретать форму розы, да курица заткнись-то уже, ну как же вы меня достали, ой, не фокусирует, ну ладно, короче, вот Гриня, так, это Гриня, это иониум киви, красотунчик такой, сочный, солнышко, прям солнышко лучистое, обалденный, кстати, вот отсыхание нижних листьев, это естественный процесс, точно так же, как у эхиверий, эти листики просто нужно со временем удалять, это никакое не заболевание, все с ним нормально, это естественный процесс, процесс, стой и шевелись, ну это иониум арбореум, атропурпурреум, в переводе означает иониум древовидный, темно-пурпурный, Гриновия аурея, а вот эту Гриновию я не знаю, как называют, вот не могу сказать, что это за Гриновия, ну и все, вот скудненькая моя коллекция иониумов, а там в основном эшечки, все эшечки, 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 граптики, пахики, вот так они и жили, ну все, наверное, друзья, и напоследок я вам скажу, что по фэншую растение иониум символизирует долгую жизнь счастливую, символизирует достаток, притягивает достаток, притягивает удачу, притягивает любовь, поэтому, также, да, еще, также растение не является ядовитым, и вот его структура листьев выделяет даже во внешнюю среду вещества, которые борются с микробами и вирусами, находящимися в комнате, поэтому это как лечебное растение, его очень полезно ставить в детских комнатах, в комнатах больных людей, и также еще сок иониума является лечебным, им лечат раны, им лечат герпес, ну вот такое уникальное растение, поэтому хотя бы одно в коллекции, я считаю, нужно иметь, не, ну, я так думаю, а там уже я ж не просто свое мнение не навязываю, ну просто красивый он, красивый-красивый, яркое такое пятнышко, яркая звездочка в коллекции, прикольный, ну все, друзья, всем пока-пока, спасибо за просмотр, до новых встреч!